Так мы Рожкова, значит, позвали в рубрику Нет, нет, мы позвали Рожкова вообще без рубрики Потому что позвать Рожкова, во-первых, довольно сложно его застать где-то Потому что вот мы так потихонечку, потихонечку А вот сейчас уральские пельмени из как раз раздела альтернативный юмор Превратился, в общем-то, по большому счету В Петросяна В Петросяна номер один По объему вещания, по объему вещания, это самая транслируемая передача, по-моему, вообще На СТС вообще, если бы не пельмени, вообще бы ничего не было А на российском телевидении вообще Да? Ну, то есть, ну, посмотри, как выходные дни Уральские пельмени the best Уральские пельмени худшие Худшие из лучшего Это на СТС, Миша Потом дальше концерт номер один, концерт номер два Да-да-да, именно так Ну, так же и есть Мы хотим заполонить мир Андрей, я как человек без телевизора Вообще не знаю, кто вот это Вообще не знаю, кто вот так вот А телевизор у вас есть дома? Нет, нет у него Ой, у меня тоже класс Она на радио работает Ты бы хоть дарил людям Смотри, тут же пишут уже Барсик Мне написали СМС-ку Не Барсик, а Баааа Блин, Витя, нет голоса Видите, что? Видите, что? Ишь, что? Да, сейчас попоявится Да, у меня на самом деле каждый божий день Там в подворотне, в автобусе, в троллейбусе Если я туда захожу Все у меня там Барсик, Барсик Вот и, конечно, Игорь И все И больше ничего Господи, ужас какой Но тебе еще повезло Нет, друзья, я вас не обманывала Между прочим Да, да, да Сейчас мы тебя постепенно будем рассказывать Я пытаюсь ввести в курс дела Это Игорь, он же Барсик Просто я просто сейчас вспомнила почему-то Что тебе еще повезло в том плане Что вот когда у нас была популярна передача Раз в неделю Да То нам вслед говорили Раз в неделю, понимаешь? Говорили, о, о, смотри Раз в неделю Миша очень обижался Говорю, ну почему? Согласитесь, что На серебряном дожде лучше здесь Два раза в неделю Нет, ну у них Как называют? Сейчас О, серебряные дожди Дождишьцы А вот сейчас нас просто Эти пошли Серебрянки пошли Эти, как их? Эти, как их? Паранормальщики Которые, вот помнишь, тогда Эти вот Ну вот эти, смешные были А дальше мы убегаем уже И дальше затухают Очкарик и Шлиндра Вот эти вот И Шлиндра Был да и еврей Вот так Так вот, Марий Можно я вас буду Игорь называть? Судя по нашему спорту Он Андрей И все равно Мы с ним вообще очень так Достаточно по-небратски общаемся Потому что мы знакомы Очень много лет Мы познакомились еще На КВН И когда играли в КВН Ой, это было очень давно Вообще Я, Татьяна, вам верю В 89-й год Вы знаете, что КВН есть в стране еще? Вот удивляюсь, если честно Да, он есть Он существует Да Ну и что Вот это я тоже, честно говоря Не удивляюсь По-прежнему Но Вы сейчас очень много ездите, да? Очень много Это как? Сколько это? Ну, километров 50 в день По стране В велосипеде? По стране скупываются А, по стране? Да Да, бывает Выезжаем за пределы Нашего уютного Уральского Уральского региона Да В основном же вы живете В Екатеринбурге? В основном мы там и живем, да Каким-то чудом вы избежали Ну разве это жизнь? Это красота Вот Ну расскажи, как там у вас Ой, у нас очень хорошо Екатеринбург Бурными темпами развивается И он просто Замечательный город На чем вы сейчас работаете В Екатеринбурге? Мы сейчас подметаем Как вы развиваете? Подметаем двор Подожди Мы сейчас снег Пытаемся убрать снег А Монсалей у вас есть? Это у вас раньше была Команда дворников У нас тенденция такая Каждый Екатеринбургчанин Должен убрать С утра С утра Хотя бы ведро снега За собой Вывезти за город Когда я улетаю В Москву Я вяжу сюда Вяжу Рюкзак снега привез к вам Да Хорошо Ничего хорошего Если все Кто будет приезжать в Москву Привезет снег У нас конечно свой не убран У нас снега достаточно Вы тоже выбирайте Чего везти Вы нам везите Чего там у вас еще Изумруды Изумруды Ведро Яхонты Какие изумруды Малахит Малахит Если что Шкатулки везите Ну хорошо Ладно Привезем Порожняком-то ездите Снега везут они Так вот Мария Значит Я кажется уже все поняла А потом ребята Забыты были на какое-то время Долгое Почему забыты Нет Я просто забыла про них Просто Мы маме забыли Но мы напомнили А мы напомнили Вот И сейчас Делают успешное Очень успешное На канале СТС Шоу Уральские пельмени Юмористическое шоу Правда реально Местами очень смешное Смотря какими Ну есть Есть Я вот лично была на концерте Я прямо ржала один раз Там одна у вас Очень хорошая Один раз ржала За два с половиной часа Только это так Ну ты же понимаешь Вот такой у нас веселый концерт Я же предвзятый Ой господи Антонина-то ржала Как полоумная С нянькой Они сидели рядом Дочь наша восьмилетняя Вот у нас Вот юмор у нас Да Контингент Это вот хорошо Восемь плюс Это вообще прекрасно Ты гордишься этим? Я Что у вас нету там Пошлости Там Знаешь Липаков приходил сюда И говорит Приезжай на концерт В какой-нибудь там город А ко мне детей приводят На концерт А я в общем-то Как-то там и себе И позволяю слова разные Говорить Вот А к вам Мы не позволяем себе Слова разные говорить Почему? Это такая Вот видим Выходим в зал Видим что Очень много детей От шести лет Представляете? От шести к вам водят Очень много детей сейчас Прямо вот Тридцать процентов Зала это дети Ну вот именно Поэтому видимо Что у вас нету там Каких-то трэшей Матой и пошлости Потому что Детям-то сейчас Бедным смотреть Вообще уже нечего Понимаешь? Иногда хочется Знаете так Эх Хочу проехаться Но Раз смотришь в глаза детей А они плачут И у них слезы Вот такие крупные Как больше глазок Голова ребенка Слеза выкатывается Падает на пол И так разбивается И разлетается В разные стороны Так Красиво Вообще Нарисовал слезу ребенка Сергей из Нижнего Новгорода Видел вас В самолете В Израиле Летели И никто не кричал вам Во-первых Барсик А во-вторых Игорь Игорь Тоже не кричали Мало богу Видимо все-таки В Израиле летают Люди немножко другого А потом знаешь Из хвоста самолета В бизнес-класс Довольно тяжело Докричаться Барсик Игорь Барсик Там шторки еще вот так вот Закрыты И конечно нет Никакого смысла Пасаешься Я хочу серьезный вопрос спросить Давай Это вот то что вы делаете Юмор вот у вас такой Без политики Особенно И без каких-то там острых Ну без пошлых шуток Скажем так С острыми есть Там все в порядке Вот А это Вы сами так заранее придумали? Прожевывай сейчас Я чувствую что слышно Как я ем мармелад Да Рожков есть мармелад Извините Да Не удержался Как это сказать Это ваш продуманный имидж такой Мы вообще ничего не понимаем в этом Поэтому шутим над тем Что нам близко И таким образом Алкоголь Да Драки Преступность Продажные менты Гаишники Ну вот все Как вы говорите Петросян о чем шутил Вы умудряетесь пошутить А не пошло Как говорит Татьяна И Б еще вот Про ментов Без политики Ну а так можно тоже А менты у нас Вне политики Конечно Да Они же туда еще Пока не проникли А подождите Мы спровоцировали Политическую шутку Ясно Ну то есть в общем Детские зрители Они вас все таки Толкают на то что вы Должны быть Немножко поговорим о том Как вам удается Все это успевать У вас Сколько концертов Вы делаете В году Ну как в году Дай бог памяти В каком это году Не я имею ввиду Новых шоу Которые вот Десять да Вы же их обкатываете Сначала в Екатеринбурге На кроликах Затем в Челябинске Наш любимый зал Конечно Екатеринбургский Это просто чудесный зал Абсолютно Нас любят там Можете ничего не делать Может вообще просто Выдете просто Постоять на сцене Все поржут Палец наказать Андрюха Именно так происходит А вы туда как пускаете Людей за деньги Забили по билетам Или прям По чесноку А по чесноку это как Бесплатно Пусть приходят и ржут Почему бесплатно Они же работают Ну понятно что Все наши друзья Знакомые Гаишники Грачи Герои скетчи Юристы Все идут бесплатно А уже все остальные Кто не входит в эту когорту А их очень много Людей Эти 50 человек Все таки покупают билеты Подожди А сколько у вас Значит ты сказал 10 концертов в год Да То есть ну где-то Каждый практически Полтора месяца Каждый божий месяц Да Каждый месяц Вы делаете по одному шоу Такому Сколько шоу у вас идет Это 2 часа Ну 2-2 Два с большим Два с половиной Ну хорошо А сколько людей пишет у вас Это шоу Ну не можете вы сами Все это писать Это понятно Ну почему же не можете Ну не можете Я не верю Если ты сейчас скажешь Что вы пишете это все сами У нас во-первых 10 человек Если ты поделишь Два с половиной часа на 10 То это Ой а тетки тоже пишут что ли Тетки пишут еще Ну Да Только так Конечно Да Вот Стефания Ваша любимая Марьяна Которая Пишет только вперед Да Конечно Пишет выкидывает ведро Опять пишет И ведро с неба А вот только взбирает Ведра подносить Бумага Морает просто Ну подожди Вот кстати вопрос Нет что печатать на машинке Она пишет понимаете До сих пор Под копирку Ну это по старинке А Парфенов тоже так любит Например Парфенов да Пишет вам тоже? Нет Не пишет С копирайтом под копирку Нет он еще не пишет Но обязательно То есть хорошо Ты считаешь Что вы типа сами все пишете То есть вы все пишете сами Я так считаю А на самом деле Можешь А на самом деле Давай Рашку вкались Ну есть у нас конечно же Помощники Молодые ребята Да Которые хотят Смести вас с лица сцены Негры Как мы их Не называли никогда Ну в принципе Можно назвать так Призраки Мы их запираем Да Привязать батареи Мы раньше вот в 90-х так делали Цепи Цепи Потом вот эти вот старые Бетонные Такие знаешь Вот эти Ну вот такие ведра Которые в бетон Да Они вот так вот Сейчас времена другие Сейчас люди за еду работают Совершенно спокойно А да В Екатеринбурге прям Абсолютно Абсолютно Кризис чувствуется Я смотрю Значит сколько Бездомных Голодных авторов Знаю Сколько слоняется По России По Екатеринбургу Да только поищи Их вон полно Так это плохие авторы Хорошие все Урган тут давно работает Понятно Ну хорошо То есть шоу на СТС успешное Подожди там Мы только начали разбираться В технологии Давай давай Значит 2 часа 20 минут Шоу каждое Понимаешь Вот они значит Ну Стефаня написал Половина шоу Плюс еще четверть Написали бездомные авторы Слоняющиеся по России Соколов достал Какие-то старые свои бумаги Какие-то бумаги из кармана И оказалось 90-го года Оказалось Что там номер Некий На 53 минуты Сколько вы работаете Вот на таким шоу Ну вот сколько у вас работают Ну порядка 7-8 дней 7-8 дней Вы прям У вас есть какая-то Репетиционная база Пишите или ставите уже Да Или вы одновременно Пишем 7 дней 2 дня ставим И все и вперед 2 дня ставите вы 2 дня ставим Вот это вся знаменитая Сценография Которая Да Вращающаяся сцена Это линейка Какие-то линейки Фантастические В ритмах сидят Вот это За столом 3 человека Да Вот эти знаете Великие Основы Да Да Конечно Серебренников Засматривается на ваше шоу Он просто В поисках новый На кого именно В шоу Засматривается Серебренников Мне тоже интересно Почему Про женщину Кстати вопрос От наших слушателей Почему именно Такой выбор женщин У вас в программе А какой выбор женщин А вот такой Спрашивает слушатель Почему именно такой А Марита Не смотрела я шоу Понимаешь Я неведома А какой такой А поясните слушатель Какой такой Плюс 7903 7976 333 СМС портал Не не а подожди Мы не договорили Значит 7 дней Вы пишете 2-3 дня ставите И потом обкатываете Это все на екатеринбуржцев А потом везете А потом везете А потом отдыхаем 4 дня 4 дня отдыхаете И за это время Что происходит Иногда К врачу Иногда 2 Да Ходим к врачу Лечим Печень Голову Печень Позвоночник Потому что когда пишешь Ты обычно лежишь Да Позвоночник Расслабляется Мышцы Атрофируются Надо как бы Их немножко Привести в тонус Надо сходить К вертибровоку Да И после этого Вы всей этой командой Своей выезжаете Только новых слов Я услышал вас Записывай Записывай А что такое вертибровок Это врач такой Пусть пене специализируется Да Да Ага Вертебра Надо сходить Вертеброй занимается Эх ты Деревня У меня остеопаты В основном какие-то Остеопаты Так это екатеринбургский Остеопаты Это патами занимается Патологиями Патами Так А остео Что по-вашему тогда А остео Остео Это кости Вот так вот Остео Даже на Урале Знаешь что такое Остео Это остеохондроз Прекрасная у нас Ребята Прекрасная А мы можем вести Медицинские передачи Прекрасная у нас Познавательная программа А что еще мы знаем Из медицины Какие слова Ой Мы уже в нашем возрасте Многие слова знаем Илюля Начинаем Запить Запить Это мы и раньше знали Знаешь И наши слушатели Дышат силиконовой Силиконовый Да Подождите Мы все пытаемся Я что знаю Силикагель Силикагель В голове вдруг возникло Это к вопросу о том Какие женщины у них в шоу Я думаю Мы вернулись Нет У нас только натуральное Все натуральное Да конечно Где вы нашли-то этих девчонок Никогда у вас не было девчонок в команде же Я же помню Вообще не было Никогда вообще Да ладно У вас было-то всего Ты был Брекоткин Соколов Ну понятно Он там все время Ошивался Нет Исаев был еще Всегда А Ершов Ершов был А Попов Я бы слушателям сказала Звучат русские фамилии Кто из них девушка Из названных Ну мы сначала Давай откроем эту тайну Честно вам что Мы сначала переодевались Сначала соколов Это понятно Да Сначала все думали Что это самый простой Потом нам стало это нравиться Вот И мы начали испытывать неудобства По этому поводу Думали Ну что ж такое Если дальше так пойдет Мы же можем вообще перейти эту грань Как раз Зыбкую грань Между мужчиной А это зыбкая грань Да Ну для кого как Для кого-то она непреодолимая А для кого-то зыбкая По ним поймите Потом мы начали бриться Два раза в день Наоборот Не только на лице Понимаете Ну потому что Когда выходишь в колготках Люди замечают Что у тебя ноги Не очень Не женские Да Ну вот сейчас смотри Видимо отошли уже Потому что сейчас Рожков не бритый пришел Ну ноги кричали У него не женское лицо Вот И после этого Вы решили После этого решили А почему бы нам Не попробовать Все таки Как во всем цивилизованном мире Все таки Пригласить на женскую роль Женщин Женщин хотя бы Например Вот и появилась у нас Юлечка Юлечка появилась Появилась Юлечка Красотулечка А потом она разделась В журнале каком-то Как я забыл Как он называется Я даже не знаю И ушла Максим Максим да например А что это вы Михаил Вдруг А я хожу У меня ларек Какой ларек Прям вот видно Юлька Господи И прямо убежала И после этого Вот в этот момент После этого Как это все произошло У нас почему-то В зрителях появились Старые мужчины Какие-то Стали приходить Как Михаил Прямо ползала мужиков Сидит и ждет Когда она разденется Она не раздевается Она не раздевается И что вы придумали Мы подумали Степанью взяли Надо для этих мужиков Взять еще одну девушку Которая может еще Когда-нибудь Содержать этих зрителей А у вас две их всего У нас их три Три уже? Да Они что размножаются У вас что ли? Что-то мужиков-то Много из них Дело в том Что девушки У них же физиология Им надо рожать Иногда И? То есть они приходят К вам за этим Сейчас две Опять Было три Сейчас две Вот это было хорошо И они приходят К вам за этим Зачем приходят К вам в команду Я не знаю Почему так происходит Но они к вам приходят И потом через некоторое время Они начинают рожать Уходят Уходят рожать Как кошки прям какие-то Так Хорошо А то есть они зимой Вы их берете А летом они уже опять уходят Нет Это очень хорошая Мне кажется Технология Технология Пусть они приходят Пусть они как бы рожают Все это замечательно Да Вот Но нам-то надо Новых женщин Да вот именно Пишут тебе он смс Почему у Рожкова Больше женских ролей Чем у Михалкова Вот Вопросы уже пошли такие Настоящие вопросы Это вот этот А правда что Стефания Племянница Брекоткина Это истинная ложь Так бывает Да бывает Ну ладно Перестаньте У Брекоткина не может быть Племянница А Брекоткин Это фамилия Это фамилия Это герой снов Практически Брекоткин Это мужчина Это такой мужчина Мечты всех домохозяек Российской Федерации Он где-то мне вот досюда доходит Мне кажется что жизнь прошла мимо сейчас Досюда Таня показала сейчас на коленом Нет Я показала где-то вот сюда На уровень желудка Он вот такого роста И у него нет зубов еще Ну то есть Видный мужчина Мне кажется он уже не всегда Немножко под шофе Нет он сейчас очень хорошо выглядит Он прекрасный Молодец Подсушился Да ладно Ну мне кажется А я А ты подождите Ребята Мы же Мария сейчас про Брекоткина рассказываем Вас-то я вижу Ребята Андрей Вы-то в прекрасной форме Да Я даже вспотел немножко Смотри Почему у Рожкова больше женских ролей Чем у Михалкова Это я только что спрашивала Вы уже посмеялись все над этим Понятно Знаете почему Потому что когда происходит вот это распределение ролей И начинается А кто будет играть вот эту вот женскую роль Вот эту Старушку Дурочки Дурочки Все молчат Девочки Ну давайте я А ты хочешь заполнить паузу все время Да Видимо Мне не нравится вот эта тишина Мне вообще женщины нравятся А вот В разных И когда играешь В возрастах А давайте сделаем для вашей программы Кастинг женщин Как раз среди наших слушательниц Ну вот какую-то такую шутку Чтобы вдруг вам Приглянулось То есть какая Какая вот должна быть правильно произнесенная шутка Чтобы вы сказали Вот действительно женщины Что да Мы берем ее Вот это вот Помнишь была вот такая Че ж я дура наряжалась Например Пойдет такая Так Вот приходят к вам на кастинг девочки Каждая говорит А че ж я дура наряжалась А че ж я дура наряжалась Нет Давайте У меня же голос потерялся От такой возможности провести кастинг Перехватило горло У нас огромная возможность Сегодня Великий Новгород к нам подключился А я буду участвовать в этом кастинге? Ну Или вы сами решите без нас? Ну давай Я боюсь что тогда мы будем мухлевать Почему? Нет Ты будешь этим Нет Я сам буду участвовать в этом кастинге Я например Почему нет? А вот нам пишут Абрикоткин сейчас и кайд А у вас есть шанс Михаил? Да Уверен Пройти Конечно А у меня? Да нет Им не нужны уже такие билды Подождите Так мы делаем кастинг Среди господ женщин Слушателей Серебряного Дождя Так и говорят господ женщин Ну господа это и женщины и мужчины Как правило господа Господа и дамы Господа и дамы Простите Среди дамы женщин Это не важно Госпожи Это на меня Брикоткин так действует Брикоткин на всех так действует Брикоткин ты знаешь как на всех действует Я передам Я прям помню будем кастинг проводить параллельно, да, все-таки. Отдавайте, да. Не будем прям делать целью. А что мы будем обещать этим наивным девчонкам? Скажем так, слушайте. Я думаю, что наивным будем обещать все. Вы напишите одну шутку. А вот более умным, более настойчивым, тогда вот тут уже надо продумать, что мы будем обещать. Нет, но могут еще звонить нам, на самом деле, может, и голос понравится. Нам можно позвонить на номер 495 730-101. Например. Да. Да, но они могут прочитать какой-нибудь... Стих. Стих. Сегодня день рождения Бориса Леонидовича Пастернака. Пусть Пастернака читает. День смерти Александра Сергеевича Пушкина, более того. А я уж хотела в февраль достать чернил и плакать. Ну, хорошо. Сегодня 100 лет Владимиру Зельдинову. Хорошо. Вот так вот. Сегодня прям поздравляем. Да, поздравляем, конечно. Со 100-летием таково еще вот можно прям так вот так вот, чтобы хотя бы вот, да. И тем не менее, кастинг для наших слушательниц. Звоните, пожалуйста, в эфир. Ну, произнесите что-нибудь так, чтобы... Андрей Рожков, который у нас в студии, понял, что вы нужны его команде. Ну, сначала пусть я пойму, что вы нужны мне. А уж потом команде. А ты решаешь все, да? Да. То есть все-таки путь в команду лежит через Рожкова. О-о-о! На этой ноте я предлагаю прерваться. Если он лежит через Рожкова, то это тогда тупик. Тогда хрен пройдешь. Тупик Рожкова. Хрен пройдешь, но попытайтесь его пройти. Я очень требовательная кровать. Господи, боже мой. Я вообще не поняла, до чего мы сейчас договорились. Мы договорились до какой-то уже... Ужасности. У какого-то уже какого-то конкретного. Все, прекращаем. Переходим на паузу. Давайте сделаем небольшую паузу и потом продолжим. Ага, и вот у нас Андрей Рожков в гостях. И мы сейчас как раз в паузе. Мария пыталась нам доказать, что она по-честному не знает, кто такой Рожков. И она доказала это. Да, и она доказала это. Даже Рожков не удивился. Но она, кстати, не единственная. Вот Денис спрашивает, Андрей Рожков и Артур Пирожков одно и то же лицо или нет? Ну, скорее. Что нам ответить Денису? Поставить его вот в этом неведении? Это практически близнецы-братья. Я вот, честно говоря, не помню. А Рева кто был тогда? А Рева был. Артур Пирожков был как раз. Да. Это был такой красавчик такой, весь такой из себя. А ты кто был? А ты? Я был Андрей Борисович. Андрей Борисович. И ты кем был? А я был лошарой. Лошара. Как и сейчас. Ничего не изменилось. Годы невластны над ним. Но я вам хочу сказать, что в сравнении, в первоначальном, конечно, Артур Пирожков выигрывает, но когда люди присматриваются, все приглядываются, то, конечно, Борисович берет вверх. То лошара берет вверх. Лошара всегда впереди. Конечно. Конечно. Лошары нравятся нашим людям. Смотрите, Настяка нам написала. Да. Какая? Шутку прямо. Это у нас не юмор ниже пояса, это у нас просто пояс выше юмора. Настяка. Настяка. Как Настяка. Еще бы голос послушать. Через... Проходит? Ну-ка. Проходит через ремень. Давайте прямо высечем в граните эту фразу. У нас не юмор ниже пояса. В граните сейчас нет таких возможностей, но вот на торте написать, например, какой-нибудь там... Ну, пенопластик вырезать. Какой гадый. А торт в виде чего? А торт будет в виде пояса. А. Черного пол карате или дзюдо. Блестяще. Блестяще. 730, стоя один. Слушательница. Кастинг у Андрея Рожкова прямо сейчас. У Андрея Рожкова. Ваша шутка. Вот Настя, да, хорошо была. Вот если Настя позвонила бы нам еще, сказала бы эту шутку. И мне бы оказался такой голос, как у... Как у Марии Армас, примерно. Армас, да, например. А ты звонишь, а торт Пирожков. Ну, здрасте. Я Настяка. Мы можем, в принципе, сейчас набрать Реви еще. Позвонить Реви и сказать, ну, что ты там, где ты там? Говорим о тебе. Ну, расскажи, давай, расскажи вот эту историю. Чем ты сейчас занимаешься? Ты рассказывал нам, что ты озвучиваешь мультфильм. Вот расскажи об этом. Да, вот сейчас, в данный момент, я озвучиваю. Прекрасный мультфильм. Замечательный. Это новое... Новое произведение наших отечественных мультипликаторов. Замечательных ребят. Полностью наш отечественный продукт. Мультсериал новый. Это кто? Кого вы там озвучили? Я озвучиваю всех там. Мультфильм там есть. Да. Ну, как называется? Правда, что ли? Называться будет мультфильм «Бумажки». Подожди, ты правда всех озвучиваешь? Ну, конечно. Да ты же опнешь. Там три персонажа всего. Да. То есть два персонажа и голос за кадром. Папа-бумажка, мама-бумажка и сына-бумажка. Лось Аристотель там есть. Так. Да. Кошка Платон. Дятел Тюк-Тюк. И, собственно, голос за кадром авторский текст. А голос за кадром типа нормальный, да? Ну, он такой обычный человек. А есть нормальный, да, по-твоему? Ага. Скажи, Рашков, а как ты, как ты, скажи, как ты лосим говоришь, Аристотель? А лось, лось он такой. Он говорит, ну, Тюк-Тюк, ну, что ты сидишь? Давай пойдем погуляем. То. А Тюк-Тюк-Тюк говорит? А Тюк-Тюк говорит? Конечно! Поехали погуляем. А голос за кадром что говорит? А голос за кадром даже... Хорошо, а в одной довольно бумажной местности жили вот так он говорит. Но у тебя Сдикса ищет не то. Вообще, так потому что вы меня накормили какими-то... Печеньками. Так, хватит. Происки госдепа, конечно. У нас это сплошь на рядом. Ну, вот я прорекламировал. Сколько серий этих? Маленечко. А вот я же тебе говорю, сколько серий? Ну, не знаю, полсотни серий будет. Ужас. Это же мультсериал. Ничего себе. Он очень для детей такой, для маленьких детишек. Из всех троих ты озвучиваешь. Ну, и... Да. Ну, а где показывать-то? Где показывать-то? Откуда ты стал? В интернете? На мультканале? На мультканале? Утопия. Почему утопия? Карусель? Нет. Мультканал. Мультканал. А это и есть такая, да? Есть такая. Конечно. Мультканал Утопия? Что, не смотришь мультканал? В вашем-то возрасте пора уже бы начинать смотреть мультканал. Есть такой мультканал, который же, они же захватили весь мосфильм. Мультканал Утопия и разочарование. Что-нибудь такое. А YouTube это это? Это утопия? Это нет? В конечном YouTube. YouTube это и не все. В конечном YouTube. YouTube. Это все там и окажется, конечно же. Вот. Ну, в начале будет выходить вот там. Хорошо. Ну, я вот рад, честно вам скажу, что я занимаюсь таким делом, вот, хорошим таким, правильным. А вот это то, что пельмени, это тебе уже не очень, Ну, пельмени это побочный. Пельмени это сыпь. Побочный. Ничего себе, побочный. Завалили все. Не, у меня один раз чуть не стошнило, если честно, когда я посидела в субботу или в воскресенье где-то, и вот шли просто одни за дни, он полное ощущение Петросяна, понимаешь, у меня было. Это кошмар, конечно, так нельзя делать. Мы, честно, страдаем тоже от этой силы. Да, это ужасно. Я понимаю, что это не вы и все делаете. Слушай, ну, тем не менее, у вас сейчас вот эти самые, вот то, что вы сейчас готовили в Екатеринбурге, писали неделю, две недели, ставили, вы сейчас привезли это в Москву. Да. У вас будут сейчас эти, как это? Концерты будут, съемки будут, да. И как это вы делаете? Расскажи нам, мы уже забыли, как это делается. Вы сначала концерт делаете без съемок, а потом со съемкой, да? Да, у нас сначала концерт просто на зрителях, мы еще раз откатываем программу, проверяем все, вдруг там что-то не заходит. Ой, что-то. Это у Марии немножко. Это не слышно, слушайте. Да. Уже на ходу, на ногах там, как называется. Дописываем что-то, додумываем, дошучиваем, докручиваем, что-то убираем, что-то чистим. Ну, как, такая боевая репетиция генеральная. И уже на следующий день съемки. А можете сдать одну шутку из этого нового шоу? Там нет шуток. Это утопия. А что-то показывать они будут. Вот они сейчас сдадут ее. Ну, я же одну, Михаил, только про это и речь. Один раз не шутка. Я же говорю, я один раз была как-то на концерте, я один раз ржала. Вот, и я вам сейчас расскажу эту шутку. И я уже ржать не буду. И люди придут, а мы это слышали уже. Давайте что-нибудь новое. Возьмите меня дуру Геннадия из Челябинска, пишет. Геннадий? С дуру вас можно взять только Геннадий, мне кажется. Но вроде бы Андрей... А хорошее, кстати, Геннадий, имя женское. А вот вам еще пишет Андрей. Андрей, красава, завидуем вашей влюбленности в жизнь. Энергизатор. Вы дарите столько эмоций, не то, что депутаты Госдумы. Почему это тебя сравнивает? Это тоже, типа, шутка, да, типа? Ну, это шутка, да. И даже есть обратный телефон. Депутаты Госдумы. Можно, да. Скрип стула слышен. Это не скрип стула, это Мари Армас. Это немножко микрофон тут расшатался. Андрей, скажите, когда вам надоест делать пельмени и вот это шоу ваше? Все. Кстати, у вас, ну, глупый, конечно, вопрос. Но вот сейчас все понятно, что дальше надо уже что-то заниматься, бизнесом каким-то. Ну, не будете же вы все время ездить. Это все закончится. Вот мы тебе говорим, это так бывает. Так бывает, все заканчивается в один момент. А это бесконечно, я вам тоже так говорила. Что будете дальше-то делать? Пельменную откройте вы. Что будет у вас? Монетизация какая будет? Я считаю, что сейчас очень выгодно выращивать корову, допустим. А до какого возраста выращивать корову? Чему нас никто не слышит? До трех. Телочку вырастить можно, потом продать на мясо. А три это уже телочка. Три года, нифига себе, это ты ее растить сколько будешь? Три года и буду растить. Извините. Ну, я в смысле долго как-то. Ну, короче, в молочку надо подаваться, ребят. В молочку пойдете? В молочку. Да. А у вас там что? Ну, это понятно, мясо молочное, потому что промышленность. Ну, конечно. Ну, да. Импортозамещение же надо делать. Ну, и чем вы будете-то мешать? Ну, там же карманы импортных. А он не знает ничего, это так от фонаря сейчас лепит. Я просто сказал все, что услышал по дороге по радио. Не густо. Про корову. Мы густо. Мы густо. Мы густо. Я же по образованию инженер-сварщик, я пойду на завод сваривать. Это, кстати, хороший профессор. Думаешь, пора сваривать уже? Пора варить. Пора варить. Пора варить. А есть у вас варочный аппарат? Варочный? Я мечтаю. Варочный надо называть это. Варочный. У меня есть варочный аппарат, Ханза называется, черёгкомфорочный. А сварочный аппарат, у меня нету сварочного аппарата. Ну не расстраивайся. Да. У тебя когда день рождения? У тебя, кстати, есть уже 50 лет? У тебя, кстати, есть? У тебя, кстати, вообще есть день рождения. Да, у меня есть день рождения. Или вас собрали на одном заводе прям. Ты же старый, Рожков. Я, Сарый? Да. У меня скоро будут эти, стульчики. Да ладно, ты такой молодой ещё, кажется. Какие стульчики? 44 ему будет. А, это 44? Стульчики. А, точно. Топор 77. В вашем возрасте надо уже в лото играть. Топорики 77. А мы играли позавчера между брюшками. Был недавно, да, у нас. Андрей. Да. Ой, вы классный мужик. Боже мой. Обожаю вас, Света. А, господи, я думал, это вы мне говорите. Ну спасибо, что не Геннадий, во-первых. Ну что там, девушка какая-то звонит, наверное. Доброе утро. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Настя. Кто это? Не ожидала, не ожидала, что я дозвонила. Вас как зовут, говорите скорее. Настяка? Меня зовут Марина. Марина, да. Чего звоните вы, Рожков? Вы на кастинг? Я по поводу, конечно, я по поводу кастинга звонила. А в чем вы сейчас одеты? В чем тут это? Это вообще не об этом. Это в кастингах мы должны визуализировать. Нет, нет. А вы скажете, вы из какого города звоните нам? Ну, вообще изначально из Екатеринбурга, но сейчас я живу в Москве. Вы столько, два часа уже. Вы практически уже прошли. Да. Да, вы уже, мне кажется, вам чего возвращать 100 братов? Да, в смысле-то нет. Только, да, надо вернуться в Екатеринбург. Я актриса, и вообще я комедийная актриса, и вообще, мне кажется, я бы прекрасно вписалась в ваш коллектив. Конечно. Скажите, а это ваша главная шутка, я из Екатеринбурга? Или еще есть какие-то в запасе? Я начальник. Нет, вы будете смеяться, но это не шутка. Я правда из Екатеринбурга. А где вы заканчивали, что вы заканчивали комедийно в Екатеринбурге-то? Сварочные, вот тот самый, который Рожков? Извини, это известная кузница комедийных актеров, это уральский политех. Или вы не учились? Нет, в УПИ учатся обычно одни мальчики, девочки учатся все в другом месте, например, в УРГУ или еще где-то. А вы знаете, что в УРГУ вот этот ваш объединили с УПИ, и он сейчас вообще непонятно, что происходит? Да, то есть теперь УРГУ-УПИ? Он сейчас в УРФО. Я слышала, но обычно все мальчики у нас учились в УПИ, а девочки все в УРГУ. Так, хорошо. А вы-то где учились? Ну, неважно, какая разница. А я училась уже в Москве в театральном, в Институте театрального искусства. Ой, я думаю, вы не подходите, судя по-моему. Почему? А что это вы решаете за меня? Вот именно. А что это вы в гламур пошли? И в московский. Ну, так получилось. Ну, вы собираетесь? Потому что я уехала уже из Екатеринбурга. А собираетесь возвращаться, извините, перебиваю? Или нет? Ну, прям возвращаться как бы нет, но это же, мы же актеры, мы же можем и туда, и сюда, и прилететь, и улететь. Нам нужны возвращенки. Вот возвращенки. Но она зато очень смешливая. Которые в Москве все... Вот вам повезло, вот эта девушка очень смешливая. А ее надо брать не в актрисе, а в зрителе, мне кажется. Да, да. Давайте на вас... Просто посадить ее в первый ряд. Первый ряд нам будет хохотать и падать еще. Вообще ничего не надо сказать. Первый ряд... Екатеринбург. Почему в первую? А, чтобы она падала и не разбила голову. Нет, зачем? Наоборот, не разбила голову. Подстелите. Сейчас будет фатальная шутка до конца эфира, одна минута. Все, да. Спасибо. Значит так, эту девушку мы вас взяли, значит, подойдете в Екатеринбурге, а скажете от нас. Да. Хорошо? Подойдете. И тогда подойдете. К Рожкову. Да, к Рожкову. Слушайте, ну, в общем, ничего, мы не успели с Рожковым. Нормально. Рожковушка была, между прочим, прекрасная. У меня, кстати, тоже хорошая. По голосу и по смеху. Мне тоже. Очень хорошая. Вот чистому. Вообще чистая, замечательная девчонка. Ну, когда у вас концерт, расскажи быстрее уже. Да вот завтра начнется. Ну, завтра бежать уже, репетировать. Ну, что, давай. Вообще все говорят, что ты очень круто танцуешь на концертах. Да, да, да. Ты прав, смотри, я же показал пару движений. Да, да. Вот это круто, вообще офигенно, да. Я вот так не умею, не знаю, что делать с этим. Ваши-то годы. Да, мои годы. На этой ноте зависти Михаила Шатца к Андрею Рожкову, да? Да. Мы прощаемся с вами, друзья. До всего доброго. Андрю, всем привет. До свидания. Андрей Рожкова можно будет посмотреть на нашем сайте. Мы все снимали. А завтра ты будешь Мари или не ты будешь Мари? Ты будешь Мари завтра? А вот это хороший вопрос. Мари, я завтра точно буду со всем остальными. Тогда решим. А мы прощаемся вместе с вами, с Рожковым. Мы-то точно. Мы с Татьяной будем обязательно в 7 утра завтра. Паранормальное шоу. До скорой встречи. Я вас посмотрю, Андрей. Обязательно теперь. До свидания. Скажи что-нибудь еще. До свидания, дорогой друг. О, господи. Брит, как это. Мне нравится, блядь. А когда мы еще встретили? Прикольно. У нас есть 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 у нас есть. Продолжение следует...